Русский язык и литература Сегодня на уроке мы познакомимся с произведением живописи. Тема нашего урока – сочинение по картине. Вы узнаете о жанре изобразительного искусства, пейзаж, о правилах работы над сочинением, описанием. Вы научитесь подбирать художественно-изобразительные средства, составлять план сочинения. В русской живописи, ребята, есть мастера, посвятившие всё своё творчество изображению родной природы. На французском изображении родной природы – пейзажи. Таких художников называют пейзажистами. Самым проникновенным был Исаак Левитан. «Великий поэт природы, до конца почувствовавший неизъяснимую прелесть слова «Родина», он в картинах своих сумел передать любовь к ней, не приукрашенную ничем, прекрасную в своей непосредственности», писал о художнике Иоанн Константин Фёдорович. Сегодня на уроке речь пойдёт о замечательной картине Исаака Левитана «Золотая осень». Для написания сочинения описания по картине необходимо проанализировать первое впечатление от картины. Для этого ответьте на вопросы. Какое настроение вызывает у вас пейзаж? Почувствовали ли вы восхищение художника осенней природой? Почему картина называется «Золотая осень»? Какие краски выбрал художник, чтобы показать золото осени? Чтобы описание получилось ярким, необходимо нам собрать словесную палитру. В живописи, ребята, палитра – небольшая, тонкая и лёгкая доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает во время работы чистые краски для получения необходимых цветов. Сейчас, ребята, подберите и дополните красочные определения к словам «осень», «день», «воздух». Осень дивная, восхитительная, изумительная, золотая. День солнечный, замечательный, яркий, весёлый, воздух свежий, чистый, здоровый, лёгкий. Следующее задание. Найдите соответствие. Какие художественные средства мы можем использовать при написании сочинения? Правильно, ребята. Метафоры. Зеркало реки, праздник красок, царство осени. Эпитеты. Чистый воздух, чарующая красота, прозрачный воздух, удивительная картина. Сравнение. Будто облитые золотом деревья, как лоскутное одеяло. Олицетворение. Берёзы танцуют, природа призадумалась. Также заключительным этапом при работе над сочинением является составление плана. План сочинения по картине состоит из трёх пунктов. Вступление. Основная часть. Заключение. Во вступлении вы можете поделиться, выразить впечатление от увиденной картины, дать краткую информацию о художнике. Основная часть посвящена анализу и описанию картины. Проанализируйте, что находится на заднем, среднем и переднем планах картины. Охарактеризуйте цветовое оформление. И отметьте, какое настроение с их помощью передаёт автор. В заключении необходимо подытожить своё описание небольшим выводом. Отметить, понравилась ли вам картина и почему. Для закрепления имеющихся знаний предлагаю выполнить самостоятельную работу. Отредактируйте и напишите сочинение описания по картине Исаака Левитана «Золотая осень». А выполнить самостоятельную работу глубоко и содержательно вам помогут следующие цифровые ресурсы. До новых встреч!